Всем привет! Наконец-таки складной удлинитель Дышла у нас вышел в серийное производство. Хотел еще раз сделать более подробное видео, как устанавливать, потому что первые экземпляры мы по клиентам уже разослали, и много вопросов, как крепить, и небольшие изменения мы все-таки внесли. И сейчас у нас прицеп от компании «Спутник» «Аква-45 Лайт». На его базе мы установили удлинитель Дышла длиной 3 метра. У нас был уже готовый кусок трубы оцинкованный, 3-х метровый, мы не стали устанавливать на какие-то другие прицепы, выбрали именно «Спутник». У него достаточно длинное Дышла, чтобы нам не резать трубу, мы установили. Сейчас в двух словах я... Сейчас Сергей подойдет, покажу, как раскладывается. Вот, подобрали мы сюда резиновые амортизаторы, скажем так, чтобы у нас при транспортировке не гремело, не звенело. Сейчас мы его разложим. Все очень легко и быстро отсоединяется. Вот шплинт достает. Вот он показывает, что во всех, и в вертикальном направлении у нас шарнир работает, и в горизонтальном. Да, вот шарнир специально сделали во всех плоскостях, чтобы не было никаких нагрузок на излом, на изгиб. Все, защелкнули, получили вот такое длиннющее дополнение. Так, сейчас его свернем обратно, и я уже более детально перейду к описанию, как крепить. На канале есть видео, где мы испытываем, прыгаем на нем, то есть конструкция получилась очень прочная. Все, здесь надели, защелкнули, все. Вот он стоит, хорошо, не гремит в дороге, не звенит. Так, ну и давайте начнем по порядку. Основной узел, весь металл оцинкованный, часть в горячем цинке, часть в гальванике, потому что, допустим, где резьба, мы не стали делать в горячем, чтобы резьба оставалась резьбой. Основной узел. Крепится, надышло. Здесь мы его просто максимально близко поставили, чтобы не резать трубу. Ну, обычно ставится где-нибудь здесь опорное колесо, здесь уже можно устанавливать крепление. Ну, здесь уже кому как удобно, у кого какой конструктив прицепа. Сделали элевсообразные отверстия для того, чтобы данную конструкцию, она вот так вот устанавливается, здесь идет дышка. Чтобы можно было ставить на вот это дышло 60 мм. Бывает 50 мм, бывает дышло 40 мм шириной. Поэтому любой из перечисленных подходит сюда. Отличаться будет комплектация только размером стремянок. Вот стремянка под дышло 60 мм, стремянка под дышло 50 мм, и под дышло 40 мм. Только размером стремянки будет отличаться. То есть, узел универсальный. Также здесь две площадки, которые зажимают сам удлинитель. Вот. Здесь мы разные варианты рассматривали. Пришли к тому, что по мощности нам больше всего понравился профиль 60 на 60. Вот мы его на данном видео используем. Но также можно использовать 50 на 50. Поэтому, что 60 на 60 сюда встанет, что 50 на 50, даже какой-то 70. Ну, какие профиля бывают. В принципе, здесь еще резьбы хватает, чтобы 60 на 80. Ой, 80 на 60. Ну, то есть, у кого, какой под рукой есть профиль, мы постарались сделать это максимально универсально. То есть, мы берем трубу, какая у нас есть под рукой, делаем в ней два отверстия. Вот этими пластинами мы зажимаем этот узел через стремянки на дышло. Все. Я думаю, здесь все понятно. Дальше. Следующий компонент устройства это идет вот такой кронштейн. Вот он усиленный. Металл, по-моему, здесь не замерил. Шестерка, по-моему, как минимум. Вот. То есть, достаточно мощная конструкция. К нему идет шар. Ну, то есть, в зависимости от комплектации. Если у кого-то есть, мы можем, в принципе, отправлять конструкцию без вот этих дополнительных. Потому что шары мы не делаем, мы их сами покупаем. Поэтому, в принципе, у кого есть такой шар, можно отправлять без вот этих дополнительных конструкций. Также сделали несколько отверстий для того, чтобы можно было устанавливать уже на различные по высоте профиля. В комплектации идут две ответных пластины. Также для большего универсальности. Вот здесь мы видим, вот в эти отверстия у нас зашло дышло 60. Если будет дышло высотой 80, то есть дополнительное отверстие. Поэтому также болты здесь уже самостоятельно надо подобрать. Какой, ну, можем также в комплект положить. Нам надо знать, какое по ширине дышло выберить. Потому что можно выбрать и не 60, а на 40 и так далее. То есть, этот узел крепится ответными пластинами, сдвигается под сцепное, уже вымеряется на месте и устанавливается. Третий элемент. Это будут два вот таких кронштейна с ответными пластинами. Также под разные типы рам и дышло. Здесь у нас 60, профиль на 40, поэтому мы вот здесь закрепили. Будет не 60, а 80, так же отверстие подходит. Будет 100, так же подойдет. Ответная часть, так же имеет универсальность, ряд отверстий и ответные пластины. Поэтому так же подойдет практически на любой профиль. Здесь у нас идет резиновый амортизатор. Вот, он прижимается здесь, чтобы не было излишних дребезжаний. Шплинтом мы страхуем. И все, вот у нас в принципе собранный вариант. Так же надо будет вынимать в комплект, нужно ли сцепное устройство. Может быть у кого-то есть сцепное устройство, либо есть возможность дешевле купить. Вот, поэтому это так же по желанию кладется в комплектацию определенную. Ну вот, вроде бы все рассказал. Сейчас по комплектациям в двух словах. То есть, наверное, стандартная комплектация у нас. Это будет сам шарнир, кронштейн для крепления шара. И пара кронштейнов для крепления в походном положении. Это будет самая простая базовая комплектация. Вторая комплектация будет плюс шар. И, наверное, третья комплектация будет сцепное устройство. Ну, здесь надо будет указывать, какой профиль вы выберете, чтобы мы уже подобрали. Они бывают 40, 50, 60. Ну, и немаловажно, что здесь нам тоже при выборе нужно будет знать, какое у клиента дышло на прицепе. Чтобы мы уже подобрали один из трех вариантов с тремянок. Ну, вот, в принципе, и все. Сейчас со стороны покажу, как это выглядит. Еще раз в сложенном виде. Вот этот походный вариант. На данном прицепе длинное дышло. Сейчас подойдем к прицепу, у которого дышло короче. То есть здесь у нас уже сам удлинитель будет выходить вот сюда. Вот так вот. То есть здесь будет кронштейн крепления, а дышло уже само будет вот сюда выходить. Ну, так же, так как оно может подниматься вверх, мы можем при возможности, если позволяет свес лодки, закинуть его и положить уже вот здесь. Ну, вот, в принципе, все, что хотел показать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...